всем привет друзья сегодня хороший солнечный денек обдувает легкий ветерочек я сейчас иду до речки и кое-что вам покажу посмотрите друзья какая стала зеленая улица чувствуется что лето уже пришло василий гаврилыч спит сейчас я уже нахожусь у реки и посмотрите друзья какая вокруг красота все зелено островки которые стоят в воде тоже зеленые лес всего ожило после зимы даже в реке уже начала появляться трава речку потихоньку затягивает она еще и к тому же мелкая скоро этой травы будет столько здесь что даже на лодке будет трудно переплывать эту реку и самое главное друзья посмотрите сколько в этом году будет клубники на уже вовсю цветет уже даже начали формироваться ягодки вот они и это лишь малая часть друзья если пройти вот туда дальше по горушке там еще больше клубники каждый год летом мы выходим на эти горы с бидончиками такими привязываем их на шею и собираем здесь клубнику клубники здесь очень много но и к тому же здесь очень много змей ну что хотя здесь их среда обитания это вот такие горы скалы камни горячие они на них греются вот и бывает встречаешь здесь сразу же по две штуки они так вот свиваются в клубок по-разному бывало встречал вместе жутковато сразу же встает как правило после встречи со змеей уже собираешься и это скором времени и идешь домой потому что собирать ягоды отпадает всякое желание вот они эти горы так вот все вдоль по речке вверх по течению и все растет клубника по весне мы вот на этой скале снимали ледоход вот в том месте чуть ближе к мышам у меня растет душица там вот ее несколько кустиков мы там каждый год собираем и нам этого хватает правда в том году мы сплавлялись и вот во время сплава мы набрали очень много травы разной в том числе и душицы так что в том году мы здесь не собирали траву только сходили за этой за богородской которая здесь растет на скалах а так обычно мы вот именно в этих местах и собираем всю траву то есть это зверобой душица богородская трава ну и в принципе то и все это из основного сорок и вороны что-то орут в лесу сегодня если слышно не знаю до микрофона эти звуки долетают нет что у них кто-то там наверно гнезда ворошит в том углу как раз рыбы плавают плохо наверно видно из-за солнышка все отсвечивает ну что василий гаврилыч отпочивали свое друзья смотрите маленькая змея ползет и это прямо возле дома где она вот я ее потерял раз 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 вот такие змеи у нас отводятся смотри в оба и 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 посмотрите друзья прошел со слитовочкой и сразу же другой вид я не стараюсь сделать какой-то идеально ровный газон где-то даже и торчит трава немножко но ничего страшного главное убрали большое вид сразу же поменялся имеется у меня в хозяйстве вот такая литовочка которой я регулярно работаю у меня их несколько штук разных размеров есть по длине покороче вот средняя есть металлической рукояткой ну вот это вот моя пожалуй самая любимая она средних размеров и работать одно удовольствие я уже такими литовочками кашу несколько лет пристрастился так сказать отошел от электрического триммера такие литовки мне нравятся больше они во-первых бесшумные во-вторых ими работать как бы удобнее спокойнее где-то там залез какой-то уголочек где-то раз раз выкосил то есть очень удобно я и кашу как в ограде так и за оградой где-то в огороде в общем любую траву она берет ну и работать тоже нужен опыт со стороны может показаться что это просто там раз налево направо косишь и все у тебя получается на самом деле это не так здесь тоже нужен определенный опыт определенная сноровка раньше такими литовками ставили вот этими косами ставили целые покосы то есть огромные площади но они были соответственно других размеров они были по длине чтобы можно было за один размах собирать большую площадь скашивать больше травы но это было еще задолго до меня то есть так вот но и по сей день то есть вот где-то каких-то может быть деревнях селах вот как у нас они вполне себе сгодны в использовании то есть имя еще можно работать и работать то есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обкашиваю территорию в саду... У меня получились вот такие три кучки травы... Они пойдут на корм козам, поросятам... Вот четвертая кучка... Но там трава плохая, она у меня пойдет на выброс... Здесь траву я буду косить порционно... То есть когда необходимо на еду им накосить... Я приду, выкашу небольшую площадь... Все и увезу... То есть так постепенно я здесь буду все выкашивать... В этом году на этой яблони яблок не будет... Она вообще не цвела... Обычно мы с этой яблони собираем очень много яблок... Так едим... Варим очень много компотов... Но в этом году будет не урожай... Мерно кузьминäd 아버цев окрытое... У furry обе дстроенные врачу замеры... Я так не знаю... Ноvere hanno кармihu отдыхают... Красный день! Мерно д десять летек ух完о... Мерноaming на этой яблони прервис Variторики шпина? Ты едешь сладостой... Пятай лором... Капокку archeolları вовремя... Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот прямо с телеги я им не вываливаю Они прямо с телеги едят Это он мелко, я уже на телегу успела заскочить, потоптаться Бывает такое, что она ее и переворачивает Самые внимательные зрители наверняка заметили, что еще одной козы не хватает Мы ее продали, это получается сестра вот этой, которая у нас не козлилась А эти все три у нас дают молоко Давно в кадре не было тайги О, все, перевернуло Молодец Делюсь с вами результатом копчения грудинки В начале ролика я вам показывал, что у меня коптится сало И вот готовый результат Изначально я ее вымачивал в рассоле несколько дней И потом уже ставил коптиться Она у меня горячего копчения Вся эта грудинка коптилась на заказ У нее уже есть покупатель И один кусочек я оставляю себе на пробу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!